Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что посетили мой канал. Сегодня у меня очень интересный собеседник — это Катя Чельпанова. Катя является преподавателем университета Баффало по славянским языкам, а Катя — PHD по литературе и литературовед. С Катей мы познакомились на программе Усадгуру в Атланте, очень хорошо сдружились и решили, что после того, как мы обсудили нашу программу, видео которого вы можете увидеть у меня на канале, мы с Катей решили поговорить еще и о других интересных вещах. И сегодня в нашей беседе со смыслом мы решили обсудить религию и спирчуалити. Здравствуй, Катя. Ой, привет, Анжелика. Очень интересная тема. Я прям очень жду этого разговора. Тут у меня вопросы прям наболевшие есть. Надеюсь, что они прояснятся. Я задам вопрос, если можно. Дело в том, что, Анжелик, я знаю, что ты была в традиционной религии. То есть ты не сразу попала к Садгуру и в духовные практики. То есть ты практиковала и традиционные религии. Насколько я знаю, ты практиковала и иудаизм, и христианство тоже. Насколько я знаю, православие это было. Я тоже, у меня бэкграунд такой есть в православии достаточно большой. Но в какой-то момент, даже это был не один момент, это был, в общем, так как бы жизненный путь. Если представить его там как путь, как он, в общем-то, и есть, наша жизнь. Просто в какой-то момент это отвечала на какие-то мои внутренние вопросы, мой внутренний поиск, а в какой-то момент перестала отвечать. И я сама до сих пор внутренне не разобралась в вопросе, почему же все-таки люди ищут, скажем, каких-то альтернативной, так скажем, духовности в виде, например, садгуру, его традиция. Почему, чего им не хватает в религии? Ведь казалось, в курсе внутренней инженерии садгуру некоторые моменты, там есть некоторые моменты, которые, в общем, имеют общее с христианством. То есть, вот, например, там есть такой очень важный момент, это то, что настоящий момент не мог быть по-другому, каким-то другим, да, то есть, чтобы, зачем он этому учит, да, чтобы человек перестал находиться в постоянном каком-то саморазрушительном таком вопрошании, да, там, что я сделал не так, что я мог бы сделать по-другому. То есть, ты должен успокоиться и сказать, что там настоящий момент, вот он как есть, он не мог бы быть другим. Но дальше, правда, садгуру добавляет то, что из этого ты можешь творить, из этого состояния, ты можешь творить своё будущее. Вот здесь уже я бы сказала, что есть некое расхождение с религией, потому что, на мой взгляд, ну, по крайней мере, я, конечно, очень много знакома там с разными теологиями, они сейчас есть прям очень разные, есть какая-то некая тёмная теология, появилась уже там внутри христианства, но всё-таки я бы так сказала, что в религии есть понятие, так скажем, промысла, да, то есть Бог, понимаете, как некий такой начальник, либо отец, ну, некоторые теологи с этим спорят, да, говорят, что это просто там слова, игра слов, что на самом деле там не приписывается Богу гендер, но, тем не менее, мы заперты в слова, мы заперты в язык, да, любой лингвист это знает, да, что наше мышление, оно как бы повязано языком, да, если мы называем Бога там отец, сын, да, там он, то, значит, мы всё-таки его видим вот как некое такое антропоморфное некое существо, да, которое напоминает некие наши, ну, земные иерархи, да, там, семьи, да, некую патриархальную семью, то есть некий отец в семье или, например, там, начальник, да, на работе, какой-то босс, да, и, ну, вот, например, в христианстве есть понятие промысла, то есть, если ты христианин, ты должен верить, что, чтобы твоей жизни не происходило, это всё происходит по промыслу, то есть, как бы, Бог так распорядился, если ты этому сопротивляешься, тебе что-то не нравится, значит, ты не достиг ещё там приятия, да, ты должен вот принимать всё, и, ну, вот, у меня, например, с этим всегда были проблемы, потому что, ну, это такая вот для меня, это такая некая слепой вера от тебя требует, да, что там кто-то так вот распределился, да, почему-то это хорошо, вот, и, ну, вот, у меня с этим большие проблемы были, но с другой стороны, с другой стороны, да, есть же эти точки соприкосновения между религией и спиритуалити, да, то есть, ведь можно же найти, скажем, теологии, в которых, как бы, тоже, вроде как, ну, даже проповедуется, да, некий, там, внутренний, интимный контакт с наивысшим, то есть, это же тоже есть, да, то есть, как бы, но всё равно, вот, почему-то в какой-то момент бывает, что становится тебе тесно, как бы, как бы, в религии, почему? Смотри, я ни в коем случае не являюсь экспертом, сразу заявляю, и каждый тут высказывает своё мнение, кому-то оно может резонировать, кому-то нет. Наверное, здесь проблема в определении, да, давай сначала дадим определение тому, о чём мы говорим. Что такое spirituality? На русский это переводится, как духовность. Духовность, да, да, да. То есть, это путь духа, да, на самом деле, то, как я это вижу. Путь духа может начинаться с разных мест, с разных позиций, с разных, точка сборки находится в разных местах. Вот, что такое точка сборки, мы сейчас об этом поговорим, я просто хочу высказать своё мнение перед тем, как мы дальше продолжим, потому что проще говорить о чём-то, когда два человека имеют правильное определение. Вот. Spirituality, что для меня является spirituality, это нахождение и работа с этим духом во мне. Религии, как бы, с моей позиции, они выглядят больше как такие вспомогательные костыли, которые даются человеку, когда у него точка сборки находится очень низко, когда он ещё в процессе выживания, в процессе познания и не сильно обладает какими-то такими… То есть, он не имеет эту возможность прочувствовать в себе этот дух, он в нём ещё не пробудился, поэтому находится такого рода как бы движения, да, или религии, которые его направляют в этом направлении и контролируют полностью то движение, которое происходит. Это то, как я вижу, то, как во мне это открылось, да, в момент… Причём, вот, да, в христианстве, предположим, Бог является отцом или, скажем, его вторая ипостась – это Христос является сыном, да, то в других религиях это всё выглядит совершенно иначе. Например, в иудаизме Бог является… Всё-таки там немного описывают отношения Бога и человека как больше как Бога, ну, мужа, и человечество – это как больше как жену, у них более такие партнёрские отношения, да, то есть у обеих сторон есть свои обязательства, и эти обязательства более партнёрские, да. Христианство в силу своего, своей теософии, оно создано немного по-другому и, видимо, ведёт людей с другим психологическим настроем, да, по жизни как-то в другом направлении. Ну, там ещё есть ислам, сейчас мы это трогать не будем, и масса разных ответвлений, которые всё это объясняют иначе. Вот. Поэтому, как я вижу, что такое религия, мне кажется, что когда в человеке есть чакры, и наше духовное развитие, да, когда дух проходит, это то же самое кундалини, ну, как бы, я не говорю сейчас, не утверждаю, что дух и кундалини одно и то же, но это одна составная часть его кундалини. Когда она проходит по чакрам, то в осознании и сознание человека также построено чакрально. Сознание человека, оно развивается по этим чакрам, то есть если человек находится на уровне Муладары чакры, то он настроен агрессивно по отношению к миру, мир к нему агрессивен, и всё, что он делает, это он пытается выжить. Вот. Потом наступает, как бы, другой период, когда это уже период вот этого свадистана, когда приобретается комфорт, люди, которые находятся, у которых точка сборки находится на свадистане, это вторая чакра, сексуальная чакра, то они настроены на то, чтобы создать в своей жизни комфорт, чтобы было много еды, чтобы всем было всё хорошо, всё для тела, для тела. На этом этапе ты ещё как бы не задумываешься особо сильно, что есть выше этого, да. И вот, мне кажется, вот эти религии образовались именно на этапе человечества, когда оно развивалось, когда только всё начинало более-менее приходить в комфортное такое положение, и человек начал как бы задумываться, что, может быть, где-то там есть что-то более, да. И тут, само собой, появились такие личности, которые решили таким образом как бы воспользоваться ситуацией, и каким-то образом религии же тоже создавались из политических соображений. Всё это было, вся вот эта духовность, которую человек должен испытывать, прорабатывая свою точку сборки, перемещая её выше и, скажем, шире, да, то они направили на то, чтобы, так сказать, harvest, как сказать правильно, harvest – это слово по-русски, всю эту энергию в то, чтобы направить её в другом, в другое русло с другой целью. Ну, всё выкрепление. Как бы одна часть её. Изначально, если посмотреть, то религии создавались с политической точки зрения, потому что была куча племён, у которых была куча своих богов, и они все утверждали, что мои боги, наши боги сильнее, и потом создаётся, не знаю, насколько это так оно и есть или нет, но вот когда создавался иудаизм, это первая, как бы, религия, которая принесла в мир идею единобожия. А оттуда уже всё пошло, там, как бы, по-своему. Всё-таки я считаю, что религия – это такой психологический костыль, которым люди пользуются. Возможно, изначально оно так не являлось, но на данный момент оно так и есть. И получается, что человек, который отдаёт себя полностью в служение в какой-либо религии, они все разные. Ты можешь познавать и проживать, и взращивать свой дух и через христианство, и через иудаизм, и также, возможно, и через ислам. Но, тем не менее, вот этот контроль, куда всё это идёт, он определяется кем-то другим. Понимаешь, то ли это церкви, то ли это, скажем, раввинам, или имамам, или whatever. Но вот в чём отличие spirituality – это в том, что ты этот контроль ведёшь сам. Ты сам работаешь над тем, чтобы поднять свою точку сборки, чтобы развиваться и как бы понимать, что тебе надо и куда тебя это ведёт. И ещё момент такой, мы это не обсудили, когда мы обсуждали про садгуру, про то, что вот садгуру даёт, у меня сложилось такое ощущение, что он всё-таки создаёт в какой-то степени более прогрессивную форму религии. Мне тоже так кажется, Анжелик, я об этом думаю. И я, вот для меня, например, в религии всегда был тоже такой вот проблемный, скажем, момент, когда я в ней была, что, ну, во всяком случае, в авраамических религиях, так я не знаю про неавраамические, но я говорю сейчас про авраамические религии, там же всё-таки утверждается, что вот был учитель, да, был, ну, там, в мусульманстве там пророк Мухаммед, да, в христианстве, ну, Иисус Христос, и вот он всё уже сказал, да, то есть всё вот, ну, но он же был давно... Они их не позиционируют как учителя, они их позиционируют как пророки, то есть пророк это кто? Это человек, который воплотился на землю с миссией принести Слово Бога, то есть того Бога, которого мы никогда не видели, который где-то находится, который как бы взрастил вот эту душу с определённой целью, да? Да, ну, вот у меня всегда была проблема, что почему этот пророк только может быть вот там один, да, и что мы уже, сколько мы тут колдебаемся человечеству, да, с тех времён, там, со времени пророка Мухаммеда или со времени Иисуса Христа, вон, сколько времени прошло, да, у нас каких-то там вопросов накопилось, мы уже изменились там физически, духовно изменились, да, наш там тотум изменился уже глобально, да? Просто, наверное, больше к религиозным деятелям, потому что если ты посмотришь, как это выглядит в исламе, так в исламе считается, ну, так как с позиции трёх самых общепринятых религий ислам считается последней, и с их позиции их пророк был последний, но... Да, да, да. Последний, да, но если ты посмотришь на ту легенду, которая из одной религии переходит в другую, то есть это идея Мессии, да, вот чем отличается иудаизм от христианства? Тем, что в иудаизме до сих пор все ждут Мессию, который до сих пор не пришёл, потому что там есть определённые правила, при которых он должен появиться, да, то есть это государство Израиль, это построенный храм, которого ещё в Израиле нет, он должен быть с определённого рода, что не знаю, насколько это будет возможно сегодня, так сказать, генетически проследить, но на момент, когда появился Иисус Христос, ну, то есть ещё, да, с позиции, ну, так его звали до того, как он стал Иисусом Христом, он какие-то вот эти моменты под них подходил, то есть он был из семьи Давида, то есть это из поколения Давида, а храм на тот момент существовал, и что-то там ещё какое-то правило, но евреи его не приняли, поэтому он является Мессией для христиан, но в то же время, чтобы как бы под эту сказку всё совпадало, в христианстве тоже есть новая своя такая идея, мессианство, да, что второе пришествие Христа будет, вот, в исламе есть та же самая тема, там тоже будет второе пришествие Мухаммеда, пророка, поэтому они все, в принципе, от себя ничем не отличаются, только что каждый тянет одеяло на себя, после этого образовалась ещё одна религия, которая претендовала на роль четвёртой крупной религии, но я так поняла, что всемирно она не была признана, это вот бахаи, бахаизм в Иране, и мусульмане их очень не любят, потому что им не нравится идея того, что бахаи, вот тот, кто образовал эту религию, претендовал на роль вот этого второго пришествия Мухаммеда, и, ну, помимо того, что их вырезают там пачками, поэтому здесь масса в Канаде последователей этой религии, то есть предпосылки были, да, исторически, если ты посмотришь, мне кажется, лютеранство – это тоже своего рода такое второе пришествие Христа. Да, это была огромная, конечно, трансформация, огромная, да. Да, и как бы оно есть просто, что, может быть, мышление людей меняется, оно не столь религиозное больше, и поэтому на это акцент… Уже там капитализм, да, с капитализмом уже это связано было, да, и с другим обществом вот эти все изменения, которые происходили, и как-то, ну, конечно, очень сильно изменилось мышление уже людей, да, по сравнению там с первым веком нашей эры, это уже совершенно другая… Все другое, да, то есть любая там историческая книга, конечно, скажет, что там глобальнейшие были изменения, да, к тому моменту, вот. Но я это к чему говорю? К тому, что, в принципе, сказать, что больше пророков нет, наверное, это неправильно, потому что они проявлялись в каких-то там баптистских движениях или вот в каких-то новых религиях, как то, что я описывала про бахаизм, да, но насколько это все, насколько это все, как бы, имеет почву под собой, это уже вопрос, наверное, к религиозным деятелям, потому что мы религией не занимаемся. Поэтому вернемся к spirituality. В чем суть spirituality? Вот это в учении садгуру, оно тоже присутствует, да, что ты, и это в учении Будды присутствует. Почему у меня буддизм тоже в свое время это было движение как бы более spiritual, чем, предположим, религиозное. Это на данный момент оно стало религиозным, хотя если ты посмотришь на принципы буддизма, то, в принципе, они не имеют ничего такого религиозного, потому что основная идея... Они создали свои определенные догмы на уровне этого учения, но в то же время это больше как философия, так как основная идея Будды была в том, что ты должен подвергать любое знание сомнению. Это единственный способ, как ты чему-то можешь научиться, потому что как только ты говоришь, что я самый умный, да, то ты таким образом определяешь определенные рамочки вокруг себя, и роста уже нет. Ну, куда тебе учиться, если ты такой... Конечно, если ты все знаешь. Да, то же самое и в религии, когда ты, ну, или, скажем, в духовности, или в spirituality, да, вот когда ты определяешь, и ты говоришь, что я все знаю, я знаю огромное количество людей, которые занимаются spiritual вот эти practices, да, где они утверждают, я все знаю, это моя последняя жизнь. Мне хочется просто сказать так секундочку. У меня вот точно так же, когда я вижу христиан, которые утверждают, что они там уже, знаешь, там, служат Христу, что у них там чуть ли уже прямой канал, знаешь, вот я такое слышала, это одной женщины слышала. Сумасшествие, это своего рода форма сумасшествия. Для меня это прямо такое отторжение вызывает, потому что, ну, мне хочется сказать, что дорогой мой или дорогая, да, потому что от женщин, кстати, даже чаще такое встречала, что если у тебя там уже прямой канал, да, вот прям прямой уже туда-сюда, ну, от тебя, наверное, какой-то свет исходить должен, да, то есть там все люди должны прямо дух захватывать, да, потому что ты настолько просветленный человек, да, как Сабхура говорит, что такое просветленный? Ты не можешь свет не увидеть, да, он не может от тебя скрыться, потому что вот, ну, встает солнце, да, у тебя светло. То есть уже все бы поняли, что ты на каком-то таком уровне. А когда человек сам это утверждает, ну, это вообще, это какой-то наоборот, вот действительно для меня это какая-то форма... Эго. Это просто форма проявления эго, вот и все. Ну, очень радикальное такое, то есть когда вот, я думаю, что у всех людей... Эго хочет контроля, эго хочет контроля. В чем отличается по-настоящему spiritual person от менее spiritual person? Тем, что он прожил и, так сказать, принял свое эго, и эго уже не рулит им. Да, 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 да. Вот, и это форма эго, это точка сборки, которая только-только добралась до третьей чакры, и там вот это эго, оно начинает уводить, да, таким образом, чтобы ты... Потому что роста нет, когда ты считаешь, что ты центр вселенной, то роста не будет. Вот, для того, чтобы был рост, ты должен понимать, что, ну, вот как Будда, да, вот Будда в своих медитациях, доходил до такого уровня, что он сегодня это только начинает описываться религией, то есть это наука, и что он дошел до... Он настолько сократился, настолько сжался, что он увидел, что атом состоит из восьми частей. Сегодня наука только нашла четыре части атома. Понимаешь, это насколько надо, как бы прожить это свое эго и сжить его, чтобы уметь разбиться на уровне вот этого клеточного уровня, когда ты доходишь до уровня атома и можешь его разобрать. Это насколько он мог сжать свое сознание, чтобы это сделать. и я не знаю таких людей. Возможно, садгуру это может. Возможно, не знаю. Но я таких людей еще не встречала. Поэтому, когда кто-то утверждает, что они супер там спиричал и избранные, то это уже, это проявление эго. А вот как ты, вот у меня такой важный вопрос был, который касается, как ты думаешь, вот для меня, наверное, такой водораздел между религией и спиритуалити, это то, как видеть путь человека, то есть путь его, ну, то есть то, что мы называем, скажем, в русском языке, там, судьбой, да, или будущее, или там то, что, ну, вот, да, вот наш путь. Вот водораздел, почему для меня был водораздел? Потому что, насколько я понимаю, все-таки в религии ты, ну, как утверждают, да, вот, скажем так, религиозные деятели, ну, большинство, я бы сказала, религиозных деятелей, да, это, что ты только, ты можешь, как бы, твоя задача в том, чтобы, как бы, соответствовать вот воле Божией, да, по воле Божией жить, говорят, то есть есть некая воля вот этого высшего существа, который вот такой начальник, и у него есть некая воля про каждого человека, да, по каким-то причинам тоже считается, что это воля благая всегда там для каждого, какой бы там ни происходил кошмар в жизни этого человека, вот все равно тебе утверждает религия, что ты должен считать, что это все там на его благо, вот, но, ну, как бы, в какой-то момент у меня возник вопрос, в чем тогда смысл молитвы, да, если вот это, как бы, есть, выдается некий план для каждого человека, да, вот этот вот, что называется, промысел, а что тогда молитва? ну, молитва, тут как бы можно много услышать, как ее там спрашивают, да, это, это позиция спрашивания, это чтобы ты не забывала, кто есть хозяин, ты постоянно, да, чтобы ты не забывал, ты стал, ну, да, тут вступать, как вот в христианстве утверждается, это некое там, ощущение молитвы, вот, некое ощущение связи с Богом, да, но вот когда, ты знаешь, вот в чем для меня все-таки водорази дел между религией и спиритуалити, вот в одном месте Садгуру спрашивает, какой-то молодой человек спрашивает Садгуру, что говорит, ну, молодой человек говорит, что я заметил, что в моей жизни часто повторяются похожие ситуации, то есть я как будто по кругу хожу, да, и Садгуру говорит, что это хорошо, что вы это заметили, да, потому что многие люди, они этого не заметят, то есть они будут вот ходить по кругу, этих карм, да, что она называется, вот эта вот карма, память тела, какие-то паттерны тела, психики, и говорит, то, что вы заметили уже как бы хорошо, значит, вы уже встали на какой-то духовный путь, значит, у вас как бы есть шанс поменять это, поменять вот этот какой-то порочный круг, то есть, как я понимаю, спиритуалити все-таки большую какую-то свободу человеку дает в плане какого-то влияния, в том числе и на свою жизнь, потому что в одном месте я помню, что Садгура утверждает, что йоги, ну, йогины там уже на высоком уровне, да, как бы развития, они могли даже выбирать, скажем, свою будущую жизнь, в чьем теле они переродятся, то есть, как бы уже до такой степени доходила, или, скажем, как жена Садгура, да, мы все это знаем, что она, ну, как бы ее маха-самадхи, да, это то, что называется осознанная смерть, да, то есть, как бы не смерть, вот в тот момент, когда там тело, там, заболело, либо стало слабым, да, как бы она ушла по своему выбору, причем в тот момент, когда она была вот максимально счастлива, полностью ощущала вот эту связь с наивысшим, и как бы осознанно выбрала момент смерти, вот мне в этом видится какая-то такая большая степень свободы, свободы, которой в религии нет, ну, хотя, возможно, со мной поспорят, конечно, сейчас вот религиозные дети, я даже знаю, что они со мной поспорят, скажут, что я ничего не понимаю, что на самом деле там все это как бы не так, но как бы по моему внутреннему опыту, там вот какой-то особой свободы у тебя нет, то есть как бы вся твоя свобода в том, чтобы вот только вот подчиниться как бы, так что тебе все это выдается, и ты должен этому подчиниться, а в спиритхиволите вообще как будто вообще такого нет. Да, вот религии, они прорабатывают именно смирение, смирение это качество, которое в принципе требуется человеку во всем, да, и когда оно уже проработанное, то есть ты принимаешь все, что есть, как оно есть, но ты не творишь эту жизнь, потому что ты попадаешь под идею, что кто-то тебе создал, скажем, эту судьбу, да, вот у нас даже очень принято в языке использовать, что такая у меня судьба, что все это предписано изначально, и что все это кем-то контролируется. Вот не знаю, насколько в христианстве, я настолько глубоко христианство не изучала, я его всего практиковала год, и не вдавалась в теологические, слишком там сложные какие-то рассуждения, потому что на тот момент у меня были немного другие вопросы к жизни, но вот с точки зрения иудаизма, там идут постоянные контракты с Богом, ты постоянно на что-то можешь договориться, ты вот сделал что-то хорошее, тебе что-то хорошее выпадет. У них также есть вот этот праздник, Йом-Кипур, это когда этот судный день, когда в этот день определяется твоя судьба, на следующий год на целый, будешь ты жить или не будешь ты жить, будешь ты жить хорошо или нет, и поэтому все друг друга желают хатима-това, что переводится хорошие тебе записи, понимаешь? Это все зависит от того, как это все структурировано, но из всего этого можно сделать только один вывод, что мысль она творит, и творит она все, что угодно. То есть если вот они создали вот эту матрицу, связанную с какими-то догмами, правилами, не знаю, там запретами и прочее, то в этой матрице все будет работать именно так, как правила там установлены, если твоя система представлений настроена на это. Если ты понимаешь, что ты есть хозяин своей судьбы, потому что твоя мысль творит твою жизнь, а она реально творит твою жизнь, как только ты забираешь это право кому-то это творить, то ты начинаешь создавать эту реальность сам. Вот эта вера, даже это не вера, а знание и умение, и оно на практике потом показывается в твоей жизни, как оно проявляется, как ты меняешь свои какие-то события, как ты задаешь вот как бы этот ход и течение твоей жизни, то ты со временем начинаешь осознавать, что ты и есть тот бог, которого ты ищешь. Только что вот эта частица его в виде духа или не знаю какую еще там инстанции, она встроена в тебе. Это настолько умный механизм, который природа создала, или творец, если он есть, создал, что он не требует постоянного контроля и постоянного направления. Еще был какой-то момент, я хотела затронуть из твоих вопросов. И я его потеряла. Вот я на чем хочу сакцентировать внимание, это на том, что наше представление о вещах, оно реализуется ровно так, как мы это видим. Потому что мысль по природе своей творящая, хотя бы одну вещь, они в религии как бы оставили правильной. То есть вначале была мысль. Да, да, да. Нет, в религии... Там слово, но на самом деле слово сначала образовывается в чем-то сознании, как мысль. Да, но просто мне кажется, что когда тебе, соответственно, религия предписывает такое, что вот этот промысел ты должен верить, что этот начальник, и там у него какой-то есть план про тебя. Религия, она вся про контроль. Да, это от себя как бы убирает, не то что отнимает, то есть это тебе не оставляет какой-то... Свобода выбора не оставляет. Да даже не только свобода выбора. Я бы сказала, что даже... Если у тебя есть эта свобода выбора, она лимитирована ровно тем, чем... Ну вот даже какая у тебя мотивация там будет, скажем, там менять свои мысли или как-то там их трансформировать или что-то еще, если тебе и так все вот выдано, заранее прописано, да, ну какой смысл ты будешь что-то там сильно стараться на что-то воздействовать? Не то что воздействовать, да, но как бы мне кажется, что отнимает это от тебя какую-то твою автономию, да, то есть получается, что вот то, что мне нравится у Садгуру... Что-то делает тебя совершенно не автономной личностью, потому что ты как марионетка контролируемым сверху. Да, да-да-да-да-да, причем сверху совершенно не заинтересованы твоим мнением об этом, да, что там, а может быть, я не хотел это выбирать, может, я там что-то другое, да, а мне это не подходит. Или человек, который практикует религию, он находится на уровне детского сознания, никого не интересует его мнение. Так же, как когда мы воспитываем детей, опять же, разные родители есть, но большинство родителей еще советского закалки, никто никогда не спрашивал, что ты хочешь, говорили. Да, да-да-да. Это правильно, это я так решил, я взрослый, я знаю лучше. Вот здесь тот же самый подход. Контролировать проще, когда ты не даешь. Именно вот мои споры о религии очень часто были вот с людьми, которые, ну, при Советском Союзе были воспитаны, на самом деле, да, потому что я заметила, что часто им комфортнее, вот, внутри именно традиционной религии, потому что если я, например, начинаю задавать какие-то вопросы, да, Это рабское мышление, это рабское мышление. Они даже начинают меня как бы пригашивать так вот, например, говорят, что у тебя обида там, говорят, что у тебя там что-то там, осуждение, ты не даешь. А почему, собственно, нет, а почему, ну, как бы, я уже в другой парадигме воспитана, да, то есть я уже принадлежу к тому поколению, которому, в общем-то, разрешали испытывать любые чувства, да, у нас уже не было такого авторитарного контроля, да, в нашем детстве, то есть к нам прислушивались, да, и там, я не знаю, там, я очень часто, кстати, вижу вот это, что, мне кажется, отношение человека вот к наивысшему, да, его, как бы, понимание наивысшего очень сильно коррелирует с его или ее опытом вот семьи, то есть какая была семья, потому что это просто вот то, что я вижу, да, когда у человека была авторитарная семья, да, где вообще его не спрашивали его мнение, да, там, и там, что есть, там, что изучать, там, гулять или не гулять, там, куда идти, и там такое вот как-то и выстраиваете, там вполне гармонично вот такие отношения с наивысшим, где тоже тебя не спрашивают. Я здесь с тобой не соглашусь, я здесь с тобой не соглашусь, у меня, я росла в очень авторитарной семье, тем не менее, у меня было мое видение вещей, и, в принципе, я понимала, что до какого-то этапа, до какого-то возраста я должна, ну, в какой-то степени подчиняться, а то, что придет время, и я, как бы, ну, так сказать, себя уберу из этой, ну, вот из этой среды, то это было, безусловно, и это случилось день в день. Как мне исполнилось 18 лет, я просто съехала. Я думаю, что личность человека еще влияет. Смотри, каждый же рождается со своим характером, то есть даже дети бывают совершенно разные, да, один там, скажем, подчиняется, а другого ты не очень-то подчинишь. Сейчас и говори и о том, что у человека есть точка сборки, у его сознания, на каком этапе и на каком, ну, в каком месте она находится, на какой чакре, да, то есть если ты еще находишься на уровне детского развития, то ты психологически и являешься, как бы, как дитё. Огромное количество людей взрослым довольно возрасте, довольно инфантильной. Я думаю, из наблюдений это все замечательно. И они также относятся инфантильно к жизни, принимая все удары судьбы и не пытаясь контролировать что-либо. И также относятся к своему отношению с Богом. Инфантильно. Понимаешь? Они просто принимают ту позицию, которая им навязана. И, как правило, огромное количество религиозных людей не задумываются. У моей подруги есть сын в Израиле, ему 10 лет. Я в прошлом году навещала, и мы вели с ним беседу в машине. Очень интеллигент такой мальчик. И он задал очень хороший вопрос. Когда я ему рассказывала какие-то перевоплощения души, как все это происходит, затронула идею Бога. И первое, что он, что меня удивило, много людей даже не задают этот вопрос. Он мне сказал, а кто создал Бога? Кто, кто? Кто тот, который создал этого Бога? Я говорю, ну, с этим вопросом ты будешь разбираться всю жизнь. Я плохой советчик в этом плане. Потому что я считаю, что Бога создали те же самые люди. Вот эту идею, какую мы имеем с точки зрения религии, этого Бога создали люди. И наверняка, что если есть этому какое-то главенствующее начало тонкого плана, то какие-то сущности, которым это выгодно. Да. Вот. Но опять же, здесь тоже надо делать определение слова Бог. Поэтому я не очень люблю это слово. оно имеет такую религиозную коннотацию. Я предпочитаю все-таки слово творец или абсолют. Потому что все это творение. А мне нравится слово наивысшее. По-моему, даже садгуру его часто используют. Какое? Наивысшее. Ну, в русском языке, вот скажем, наивысшее или нефизический уровень. Он часто говорит вот так вот. Он часто... нефизический уровней много. там... там пласт на пласте. А, да-да. Это его понимание это не какое-то одно существо. Да, такое многомерное очень. Да. Здесь тоже идет персонализация, но мы на самом деле по факту никто не знает, что там и как. Ну, да. Каждый может... Понимаешь, каждый человек получает информацию через призму своего сознания. Конечно, конечно, да. Как он ее передает, все зависит от его восприятия реальности. Он так же, как все эти пророки, да, которые получали какие-то учения, если они на самом деле были, они это все выдали за учение вот этого абсолюта, этого Бога. И поэтому был создан идея Бога, она именно выглядит сегодня так, как она выглядит. Но на самом деле, как бы, в человеке огромное количество программ, и когда ты получаешь какую-то информацию и потом ее транслируешь, ты ее транслируешь через призму этих программ. Понятно. А где есть чистый сосуд? Кто является чистым сосудом? Его нет, поэтому я вообще не имею представления, что это вообще реально на уровне человеческого сознания понять, что есть творец в своей природе. Конечно, невозможно. Это невозможно. Это надо просто признать, для того, чтобы не попадать под парадигму каких-то идей, образований, belief systems. Это все как бы становится в какой-то степени системы представлений, потому что по факту никто не в состоянии прочувствовать и понять. Это то же самое, мы сейчас являемся как вот эта бактерия, которая живет, которых миллионы в нашем кишечнике, которая пытается понять, кто есть вот этот человек, в котором она живет. Она никогда это не осознает. Также и человек никогда не осознает, что есть творец. Это слишком многогранно для такой мелкой существа, того мелкого проявления, в котором мы сейчас есть, как люди. Да, я поэтому мне очень понравилось, не то, что понравилось, у меня очень долго не было ответа на вопрос, почему религия, христианская религия, но иудаизм, насколько я знаю, тоже очень нетерпимо относятся к инакомыслю, скажем, там, ну, язычеству или там вот каким-то другим верованием, да, то есть очень-очень нетерпимо. Это в Ветхом Завете там вообще... Ко всему относятся нетерпимо, что не являются они, и как правило... и да, вот я как-то... есть такое понятие ты мой брат в Христе, то есть этот человек не проповедует христианство, он уже не твой брат? Да, да, что он уже не твой брат, и он уже как второго сорта или там какого-то даже десятого сорта, да, вообще там непонятно даже можно там как-то с ним вообще контактировать или лучше не надо, то есть... Поэтому для меня религия это социальный вопрос на самом деле. Вот для меня именно поэтому всегда было... это тоже меня очень отторгало, потому что я с тобой согласна, что никакой человек не может воспринять полноту абсолюта, никакой там, как бы ты ни называл себя христианином, что я там... Ты все равно эту полноту не можешь понять, да, и Садгуру, кстати, говорит, что вот эти божества, скажем, индийские, это не то означает, что вот люди вот так представляли Бога, он говорит совсем по-другому, говорит, что им божественное вот так открылось, то есть это был какой-то аспект божественного, который они вот любой человек просто все равно чувствует какую-то частичку, он не может все охватить, и вот это претензия... Чтобы охватить все, наверное, нужно понимать, что все есть творение по своему принципу, и если ты... Я сейчас скажу что-то грубое, но если ты не видишь в дерьме Бога, а оно живое, и оно проходит процесс какой-то жизни, то ты не можешь просто в принципе понять, что есть Бог, ну, в смысле абсолют, и творение... Знаешь, однажды я задала одному священнику и богослову вопрос такой, который меня очень волновал. Почему в Ветхом Завете такое агрессивно, нетерпимое отношение к язычникам, да, то есть очень отрицательное, то есть там... Почему? Я говорю, ведь мы знаем язычников, иногда появляются очень как бы в привлекательных образах, то есть там, скажем, аэндорская волшебница, которая там принимала царя Саула, да, она, в общем, как бы хорошо себя проявила, да, хорошим человеком, и, возможно, она была очень даже хорошим человеком, и что-то тоже знала, какие-то имела отношения там, да, с наивысшим. То есть откуда вот такой негатив, да, что вот только наше правильное, а все, что вот у них, это все вот как бы... Ну, я не получила ответа на свой вопрос, то есть мне было сказано, что это вот так, как оно есть, да, вот как бы вот так, значит так, то есть ты должен просто вот слепо этому следовать, ты не можешь как бы задавать такого рода вопросы, да, почему, скажем, там, язычники считаются каким-то там, ну, использованным материалом, да, или там, третьим сортом, ну, мне непонятно все равно, то есть как бы, ну, хоть там мне и сказали, что ты должен слепо верить, но я не могу слепо верить, да, потому что тогда объясните, почему это так, вот, и как бы, ну, ну, вот нет там ответов на эти вопросы. Объяснения на эту тему. Ну, мы с тобой затронули интересную тему, ее можно разбирать и разбирать. для этого надо, наверное, иметь более глубокие познания в этих религиях, но то, чего я знала, как бы, то, что я изучала на тот момент, мне было достаточно, чтобы сделать свой выбор, и, в принципе, жизнь, она, как бы, про выбор, на самом деле. Я думаю, да. Да. Я думаю, что она выбирает путь религии, и, в принципе, если у него не хватает какие-то качества, он себе их нарабатывает через это направление, а кто-то выбирает путь более сложный, потому что здесь тебя никто никуда не направляет, и ты идешь, не знаешь куда, и пытаешься найти, не знаешь что. И вот, когда ты это находишь, это другое восприятие реальности, себя, и совершенно другой уровень роста. Спасибо за беседу, мы на этом закончим. Спасибо тоже, Анжелика, очень интересно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok